Рассмотрим в зеркало, так как... Ну, камера еще искажает, искажает. Так, я опять к вам вернулась, мои друзья. Эфир закончился. Сказали мне, осталось эфира 30 секунд, поэтому присоединяйтесь, присоединяйтесь. И еще один совет по поводу детского сада, пока я не забыла, по поводу приучения ребенка к детскому саду. Если вдруг орет, плачет, не отпускает маму, совет от психолога, не от меня, а от психолога. Вместе с ребенком, вы посмотрите этот эфир потом, вместе с ребенком рисуйте два больших сердца. Одно сердце ваше, а другое сердце его. И когда приводите его в сад, обязательно говорите, вот на тебе мое сердце, свое ему отдаете, оно будет с тобой, пока ты будешь в саду, а я тебя вечером заберу. Вот. И ребенок, посмотрите на поведение вашего ребенка, он поверит в это, и ему будет легче. У него будет частичка мамы, он положит его в шкафчик, будет хранить, но частичка мамы всегда будет с ним. Говорите, а я кусочек от тебя, твое сердце забираю с собой. И вот когда забираете его из сада, потом и сердечко с собой берете домой, и вот неделю-полторы таких вот манипуляций, и на ребенка это повлияет. Я, честно сказать, не пробовала такую практику, пробовала одна моя знакомая и сказала, что ей очень сильно помогло, потому что ребеночек был, ну, прям мамкин-мамкин ребеночек. Вот. Поэтому, девчонки, попробуйте, посоветуйте, конечно, подругам, потому что детские слезы – это то, что переживать очень тяжело. Вот. Что-то, какой-то совет уже не такой, как всегда, да? Если ребенку два года, ну, что, если ему два года, так же сердце рисуете, показываете ему. Как объяснить про сердце, если ребенку полтора года? Ну, девчонки, ну, они же все понимают. Ну, если порвет, сделайте еще одно сердце. Вообще-то, полтора года – это еще не такой осознанный возраст ребенка, и чем раньше вы начнете его приводить в эти заведения, там, развивашки, сады, тем, в принципе, ему проще адаптироваться. Эта практика даже больше на трех клеток расцветана, которые уже повзрослели, будучи рядом с мамой, в очень плотном, тесном контакте. Вот так вот. Еще про поцелуй на ладошке слышала. Расскажите, пожалуйста. Вот скажите, что попробовать? Повторитесь только в ваш эфир. Я эфиры сохраняю, я не повторяюсь. Посмотрите. Так. Можно почитать об этом. Ну, окей. Какая вы мудрая женщина. Спасибо большое. Женщина. Моя девочка очень хочет в сад, уже пять лет ночи. Ой-ой-ой, пять лет еще не дали сад. Это в Богородском, наверное, да, там очередь очень большая, да. Стоит ли прощать безмену, если отношения в этом период были адом? И как бы сама виновата? Вы большая молодец, что уже проанализировали ситуацию и признали какую-то часть вины. На самом деле виноваты оба, конечно, когда распадается семья. Да, если есть чувства. Ну, я бы на вашем месте в глубине души, конечно же, отпустила. Видите, вам проще будет простить, потому что вы признали какую-то свою недоработку. Но его надо хорошенечко наказать, чтобы не повадно было. Что-то ему надо не сразу его прощать, чтобы подобивался вас, чтобы повозвращал немножко. Но тут такая тонкая грань, чтобы не перегнуть палку, ему это не надоело. Вот так бы я сделала. Чтобы ему вот этот момент после измены, немножечко покажите, как вам больно, как вы долго не можете отойти от этого. Душа, может, уже простила, ну, как бы сама виновата, да, так же и написала. Вот. Но наигрывайте эту душевную боль, что как он больно вас ранил, он должен это запомнить. Как вы долго восстанавливались после этой измены, он тоже долго должен запомнить. И как ему тяжело было вас возвращать в свою весёлую, любящую, хорошую. Вот. Я бы так сделала, как бы, да. Очень многие моменты можно показать, можно и сказать напрямую. Сложно ли для вас был период до года? Конечно, сложно. Сложно. Много работы. Спина кривая, я уже горбачу. Всегда так у меня проходит возраст детей до года, до двух. Я стану горбатой, перекособоченной. Потом спасает меня только зал. Таскаю детей. Конечно, тяжело. Конечно, и есть свои огромные плюсы, что это маленькая, пухленькая креветочка. Я её тискаю, нюхаю, облизываю. Конечно, это здорово уже. Семилетку так не пооблизываешь. Вот. Не потискаешь, не понюхаешь. Но, конечно, работы очень много. Как покупаете игрушки сразу трёх детям или свой метод? Ну, вот, если честно, у нас росли Ролан с Эльдаром. Росли, росли. И мы на день рождения каждого из них покупали подарки двоим. Потому что разница, в принципе, небольшая. Дни рождения в разный период года. У одного осенью, у одного зимой. Ну, у одного в начале осени, у другого там. В конце зимы. Вот. И они так привыкли, жуки. И теперь мне Эльдар говорит, классно. У Багратика завтра день рождения. Значит, нас всегда с Роланом закидают подарками. Я говорю, нет. Это уж другая история. Ну, мы же не такие богатые, чтобы вам всем троим три раза в год подарками задаривать. Вот. Поэтому так приучаем, что теперь уже отменим. Встаем. Отменяем уже эту практику. Отменяем уже этот момент. Каждый ребенок получает подарок на свой день рождения. Уже старшие сыновья, подросления могут это понять. Они, им можно это объяснить, в конце концов, маленькие. Пусть уже растет с таким пониманием, что как бы. Какой день рождения, это мой подарок, грубо говоря. Конечно, приезжают к нам родственники, приезжает бабушка с дедушкой, приезжает тетушка, которые все равно привезут какие-то подарки. Все равно приезд родственников сопровождается какими-то сюрпризами, подарками. И дети не обделены. Так же, как с сердечком целовать ладошку ребенку в садике и говорить, что когда будет грустно, ладошку прижал к щеке, мамины поцелуйчики будут, чтобы я сейчас заплачу. Очень мило. А если руки помоют, считается? Или не считается? Да, очень милая практика. Обязательно запомню. Мне кажется, Багратик будет реветь в садике. Что делать, если муж мало денег выделяет на ребенка? Знаете, как мне муж говорит иногда, что если бы можно было купить всякую дрянь, которую никто не покупает, я бы пришла и купила. Может быть, вам кажется, что мало выделяет? Ребенок одет, обут. Я не думаю, что он прям в черном теле своего дитя держит. Расскажите про характеры мальчишек своих. Вчера рассказывала. Они у меня все очень разные. Чем дальше, тем спокойнее. Ну, чтобы было кратко. Чем дальше, тем младше, тем спокойнее. Вот так вот. Приятно вас слушать. Спасибо, мне так приятно. Ох, как классно чешете. Это массажка специальная, да. Скажите, пожалуйста, как прошли адаптацию в садик? Я об этом говорила в начале эфира, совет уже дала. Так и поступило. Сейчас отношения прекрасные. А, про измену, да, так и поступило. Все замечательно. Но, как вспомню, измена, кстати, не доказана. Слухи, мысль закрепилась. Отпустите. Отпустите. Когда будете вспоминать, будете терзать себя, вы приняли уже решение простить. Либо принимаете решение и отпускаете, либо не прощаете. Если вы уже приняли решение простить, вы должны уже отпустить это. И поверьте, когда вы отпустите свою обиду и перестанете об этом думать, вам станет так легко, легко. Это одна из трудностей, которые вы прошли. Вам не кажется, что у вас очень много рекламы на странице? Мне кажется, что очень много рекламы, в принципе, в нашем мире, и в телевизоре, и на улице, и в газете, и на страницах у всех в Инстаграм. Поэтому не надо мне тыкать этой рекламой. Это тоже определенный способ заработка. Почему бы и нет? Если бы я подарила вам свою страницу, вы бы что, ни одну рекламу не выставили? А вам пишут и пишут, и пишут, и пишут. Поэтому глупые вопросы не задавайте, пожалуйста. Моздок, привет! Так, Юля, вы мне очень нравитесь. Юля, я родила ребенка год назад с помощью кейсеров. Тяжело переживаю этот момент чисто психологически. Все заживает, и все шрамы потом становятся тоньше, потом можно будет заняться спортом. Все вернется, пройдут года. Да, у вас будет маленький незаметный шрам. Все хорошо. Юля, пишу вам, пишу, вы мудрая. Подскажите, пожалуйста, что делать, если отношения с мужем, да и вообще брак разваливается. Он не понимает, не хочет понимать. Я вам ответила на этот вопрос. А вы все пишите и пишите, и не слышите, как я вам отвечаю. Так, друзья, мне очень кто-то настойчиво звонит. Нужно выключить прямой эфир. Юля, хотите ли вы поменять форму ресниц? Выглядит, как прошлый век. Если бы я хотела поменять форму ресниц, форму бровей, цвет волос, форму ног, я бы уже домой это сделала. Э-э-э, привет! Прекрасная, мудрая, одно удовольствие слушать ваши советы. Спасибо большое. И вам спасибо, что цените. Делаете ли уроки вместе с Роланом? Ну, конечно, делаю. Сижу, контролирую, как он что пишет. Сажаю его с собой на кухне, пока багратико кормлю. Эльдар кушает, а этот уроки делает, уже поел. Все, друзья, мне очень кто-то звонит. Всем хорошего дня!